так я вас еще раз приветствую сегодня будет только что сделал распаковочку посылок часть из которых была вот эта замечательная оперативная память вот они две планочки по 4 гигабайта купленные в китае на неймовские с чипами юникс так вот что теперь мы делаем теперь мне надо в мой супер пупер самодельный компьютер запихать то оперативную память ну естественно как вы могли догадаться то что сделано она естественно из ноутбука я в конспект никогда не скрывал вот здесь используется 23 сантиметров вентилятора вы пылище вы можете увидеть на здесь собирается всегда потому что никаких фильтров нет и где-то раз в месяц полтора его надо пылесосить также из косяков которые я допустил это вот на скотч часть разъемов не находится вот здесь на скотч я приделал в том числе и клавиатуру поэтому при обслуживании клавиатура всегда остается подключенной но так в принципе особо косяков я больше не допустил естественно есть подключил потому что мне не хватает питания от портов подсветку вниз то есть клавиатура у меня с подсветкой и на одном из портов вот на этом вот висит в том числе и хаб порту висит хаб вот с таким включателем выключателем и к нему также пределом этот вентилятор то есть вентилятор питается вот и есть без самого компьютера соответственно питание очень очень мало и на клавиатуру с подсветкой с того же порта не хватает поэтому пришлось водить с другого порта вот ну что в принципе видео у меня есть где все там красивенько показано сейчас я вам просто расскажу что и как ну для начала разберем для разбора требуется всего лишь два ключика вот они у меня тут лежат сейчас я возьму себе паузу для вас то пройдет мгновение и я сниму вот это вот корпус вентилятора вместе с вентилятором так вот и все открутим весь крепеж который есть теперь нам надо снять эту штуковинку разъем вот к сожалению не будет показать вот такой двухконтактный разъем 5 вольт подается на вентилятор соответственно было в 12 шумел 5 практически бесшумный тем не менее охлаждение достаточно вот опять не не хватает рук так что наверное я так не смогу снимая так ну вроде как получилось вот вы можете посмотреть вот вентилятор там прикручен можете увидеть прикручены на такие же винты как и вот эти вот собственно откуда эти винты взяты можете понять это обыкновенный конструктор сейчас вот материнская плата уже ни на чем не держится все эти крепежи собственно вот эти вот четыре с дюбелями крепят охлаждение к самому вот этому листу и четыре вот эти вот скобочки крепят саму материнскую плату через штатные места для крепления вот эти отверстия здесь были ничего не сверлил крепят их ну собственно само материнскую плату к этому металлическому листу соответственно начале когда собирал у меня было немного по другому то есть я вначале крепил материнскую плату вот этому вот листу перфорированному а затем этот лист уже с материнской платы устанавливал на вот этот металлический лист но потом и все переделал собственно переделать тут уже очень много в прошлый раз вы видели вот подставку я делал потому что думал что очень ненадолго собираю там казалось что это супер-пупер удобная вещь переделал на более длительный вариант вот здесь жесткий диск тоже на таких распорочках сделан и там снизу не видно наверно будет там есть поролон чтобы вибрации гасить что из большой и вибрации передается достаточно ощутимо не то чтобы слышно их раз чувствуется через стол ездил вот такой демпфер собственно система охлаждения как видите у меня штатное охлаждение ноутбука выключено нужно потому что она шумит сильно и здесь на штатный радиатор на тепловые трубки наклеенные но в компонентным термоклеем вот такие вот отрезочки радиаторов для оперативной памяти при достаточном количестве тут вот их четыре и тут еще две штучки соответственно здесь вот две такие вот планочки вот из одной коробки поэтому еще на будущее колхозить не переколхозить но вот этого количества уже вполне достаточно соответственно вот оперативная память которую надо менять если здесь не было этого колхоза моего то можно было конечно не снимать ничего а просто заменить оперативную память к сожалению здесь и подступиться к одной планке не могу так что необходимо снять систему охлаждения в общем руками лишних нет так что вы увидите уже сейчас сняты так вот и уже все и открутил соответственно здесь за моим колхозом не видно в какой последовательности надо откручивать но всегда помню то что всегда по диагонали первый раз наживить второй раз затянуть и по диагонали то есть соответственно вот так 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 и вот это вот в последнюю очередь видеокарта вот с ним система охлаждения она здесь такая вот симпатичная одна трубка она герметичная с ней все в порядке процессор кому интересно видео карта вай фай в принципе вай фай мне не пользуюсь думаю еще заменить его на видеокарту что есть специальные переходники с мини все экспресс но обычный вся x16 но соответственно не в 16 с 1 будет но для большинства видеокарт с 1 в принципе достаточно ну и дальше непосредственно приступим к замене оперативной памяти ничего хитрого нет вытаскивается лампочку вытащила вот она samsung и заменится на на москву с чипами юникс ну собственно дальше вы увидите уже все в замененном виде так ну и вот уже юник стоит на месте как видим планочки синий прям по цвет основной текстолита ну в общем тут уже ничего интересного не будет дальше я почищу нанесу термопасту заново я уже ее приготовил всеми любимые mx2 и в общем дальше уже будем смотреть в собранном виде как-то все работает вот еще на секундочку включаю сказать вам зачем нужно соблюдать правильность затяжки винтов видно вам или нет вот здесь в этом углу есть небольшой искал процессора вот этим вроде видно соответственно это как раз из-за перекоса установки системы охлаждения то есть такое получается когда вы его затягиваете как-то неправильно то есть с одной стороны он пережимает кристалл не кристалл откалывается соответственно если вы этот кол был чуть больше то процессор бы перестал работать видеокарте ничего такого нет вот это просто еще вам на будущее зачем соблюдать вот эту вот всю фигню которая написана так ну вот он включается вот так вот на компьютере выглядит загрузка ну так конечно только загрузка нужно настроить windows можно поставить параметры экрана в любом положении соответственно сейчас будет выполнен полный загруз к компьютеру потому что ноутбук без питания оставлять нельзя без аккумулятора ноутбук поэтому здесь не работает вот это вот то что быстрая загрузка но очевидно оперативная память работает иначе бы никакой загрузки не началось сейчас я не посмотрел сколько там модулей поскольку он пишет но это уже посмотрим самом компьютере он загрузился компьютера все правильно доступно 8 габайт работает в двухканальном режиме и частота половина номинальный то есть продавец не обманул частота была указана 1066 мегагерц соответственно самая медленная ddr3 так что обманывать тут в принципе было и не с чем если бы обманул прислал бы лучше быстрее в общем все работает все как надо это хорошо всем спасибо пока